Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня записываю видос топ криптовалют со спящим потенциалом и которые могут выстрелить уже в ближайшее время. Понятное дело, что эти монеты могут выстрелить как в этом году, так и в следующем. Тут я будущее не вижу, не знаю, поэтому, но с точки зрения теханализа они смотрятся довольно-таки интересно и с точки зрения того, что они себя представляют в плане, как проекты, в плане фундаментала. Ну, первая монета это Диа, я думаю, у меня многие за нее спрашивали, я попросил меня отписаться, но, к сожалению, никто не написал. Ну, ладно, может еще люди напишут, я запишу, может быть, потом отдельный видос по Диа. Вот, на данном этапе монета смотрится довольно-таки интересно, если посмотреть по графику, то на данном этапе она у нас находится в накоплении, я уже говорил про это и в закрытом клубе частично. Вот, то есть у нас здесь 5 месяцев мы стояли в накоплении, вот, если вернемся на предыдущие отметки, это будет 2ТХ, но учитывайте, что монета, она ходит своеобразными такими пиками, то есть она... Отличный проект, на котором можно делать большие деньги, это meri.th.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно от 1 до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 7000 долларов, так как знаком с администрацией проекта и это надежные люди. Вывод дивидендов и личного вклада работает замечательно, сейчас получаю по 6% прибыли ежедневно. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Поднялась, опустилась, поднялась, опустилась и потом ее жестко дампят. Поэтому в следующий раз, я думаю, что-то наподобие этого, то есть нас поднимут, потом опустят, потом вот так, ну и у нас такой восходящий тренд будет. То есть нас подняли, опустили, подняли, опустили, то есть у нас повышается максимум минимум и восходящий тренд и потом жестко дампят. Поэтому рассчитывайте, что надо будет ориентироваться по вот этим уровням сопротивления и частично по ним фиксироваться. Вот, поэтому в плане вот этой монеты, стоит ли сейчас закупаться? Я считаю, что стоит, то есть находится она практически на днище, если посмотреть даже там на недельном графике и на месячном, поэтому смотрится довольно-таки неплохо. Это у нас DeFi проект, капитализация не такая большая, 76, там почти 77 миллионов, но сделанный он на Polkadot Ecosystem и Polygon это у нас матик. Поэтому монета вполне интересная, я считаю, можно закупать и как только выходим за 2 доллара, тем более за 2,5 мы можем улетать. Ну главное нам зайти за вот этот уровень сопротивления, в этот накопительный канал и график, кстати, чем-то напоминает мне XRP. Здесь похожая ситуация, то есть нам надо зайти, ну давайте я сейчас поменьше у нас малюнки, да. Вот, то есть надо зайти вот этот вот канал, 1,3 доллара, 1,6 и потом дальше можно улетать наверх. Вот, по поводу XRP, кстати, если кого интересует, стоит ли сейчас брать, ну разве что если вы готовы ждать до, там выше, ну начиная от 2 долларов и выше. Если в плане спекуляции я бы не лез бы, лучше ориентируйтесь на долгосрок, то есть у меня цель от 3 до 5 долларов, будем смотреть по ситуации, возможно я на 3 долларах часть позиции фиксану. Вот, следующая монета, это у нас монета CRV, я уже тоже неоднократно ее упоминал, я думаю многие слышали, многие уже и закупились по ней, стоит ли ее сейчас брать. Но если брать вообще от пиков, которые у нас здесь были, это на 36% мы откатились. Вот, если же посмотреть в плане того, ну понятное дело тут максимум были и повыше и по, сколько давайте глянем, здесь у нас было 4,6, а здесь у нас было 5,7 долларов. Понятное дело, что если от данных пиков, то мы откатились на те же там 45%, но если брать вообще отсюда, то мы откатились там на те же 90%. Вот, поэтому я жду активно, стоит ли сейчас закупаться, стоит, но в долгосрок, то есть в плане спекуляции я бы не заходил бы, если в плане долгосрока можно смело заходить. Ну да, мы отросли там на те же 2X, но в целом как только мы выйдем за 3,5 доллара, я жду дальнейшего активного движения. Ну сначала у нас идет 3,5, потом здесь 4 доллара, ну и хайу у нас здесь были 4,5. Вот, поэтому я считаю, можно смело залетать в данную монету, но в долгосрок, ребят, в долгосрок, не в плане спекуляции, не в плане среднесрока, не в плане краткосрока. Вот, кто хотел в среднесроке заработать, можно еще держать позицию, можно будет начинать уже скидывать по вот этим уровням, но если закрепимся и пробьем их, то в целом будем наблюдать по ситуации, буду в закрытом клубе все отписывать. Вот, вернемся сюда, это будет 2X, но если дойдем до вот этих отметок, это порядка, как раз будет 7-8X. На данном этапе монета на самом старте, если посмотреть на недельном таймфрейме, у нас жесткое накопление, да, то есть мы находимся здесь довольно-таки много уже, 126 дней, ну это как раз 4 месяца. Вот, поэтому, видите, здесь тоже стояли накопление и потом помпанулись. Якобы, смотрите, как по битку, да, похожая ситуация. Якобы у нас поджатие вниз такое было, да, даже на недельном таймфрейме, и потом все это прострелило. Давайте глянем, насколько прострелило у нас на те же там 10X, да, поэтому надо учитывать данный фактор. И как только мы выходим за вот эти вот отметки, мы улетаем довольно-таки сильно. Ну и проект у нас это DFI, 1 миллиард 300 миллионов, полигон Ecosystem, ну матик, да, децентрализованный обменник. К DAO относится и Phantom это FTM, поэтому капитализация 1,3 миллиарда. Следующая монета, это у нас монета DUSK. На самом деле монета отчасти рисковая, вот эти, если в этих двух я хотя бы уверен, в той же монете сербе. Но по поводу монеты DUSK, учитывайте, что на данном этапе у нее неплохое имеется накопление на текущих моментах, да. То есть, если мы заходим сюда, сейчас я возьму жирную линию, вот, и, соответственно, здесь, как только мы выходим за 20 центов, мы, если дойдем до пиков, будет порядка 2,5X, вот, но в целом тоже профит довольно-таки неплохой. У нас здесь поджатие наверх тоже, видите, похожая ситуация, практически один в один, что мы здесь тоже стояли в таком канале и потом прострелили. Поэтому сейчас ситуация плюс-минус повторяется. Видите, здесь тоже у нас такой канал накопительный и потом мы можем вот так вот вверх прострелить. Если дойдем до пиков, ну, порядка 4X можно будет забрать. Но это по идеальных раскладах. Опять-таки, стоит ли ее сейчас закупать? Я считаю, что да, в идеале, конечно, надо было ее здесь закупать, дешевле на те же 50%, ну, вернее, уже 50% взяли, да. Вот, но в целом, я считаю, что монета находится все еще в накоплении, поэтому можно ее брать. Но здесь монета рисковая, поэтому учитывайте, я бы тут брал бы не более 3% от депозита. Вот, и на данном этапе, я не помню, это, по-моему, не DeFi проект, могу ошибаться, но давайте глянем. Просто смарт-контракт, 67 миллионов капа, да, marketplace, вот, можете сами написать, что думаете по поводу этого проекта. У меня, кстати, часто спрашивали по поводу капы, стоит ли ее брать. Опять же-таки, ребят, ну, она находится почти в хаях, я понимаю, что у нее восходящий канал, все дела, она там постоянно растет. Откатилась она от пиков, я ее вот здесь вот как раз скидывал, откатилась она на те же 30%, ну, не знаю, я бы сейчас не брал бы, она в хаях находится, слишком рисковая тема. Да, я понимаю, если она продолжит рост, она может улететь, но, если вы видите перспективу и готовы держать ее, начиная минимум от 10 долларов и выше, тогда, окей, можно брать. Но, если сейчас, ну, я все-таки не торопился бы, она в хаях практически находится, стреляла перед этим, поэтому, ну, на ваше усмотрение уже. Если готовы брать ее в долгу и у вас какие-то цели там по ней 50 долларов, 100 долларов, ну, начиная от десятки, хотя бы от 10 долларов, да, ну, и то это, ну, как бы в два раза всего лишь дешевле. Сделано на Космос Экосистем, DeFi проект, Binance Labs Портфолио находится, вот, и, ну, проект сам по себе неплохой, стрелял до этого, но сейчас заходить практически на пик, на 30% дешевле, это такое себе. Вот, поэтому такие три проекта на сегодня, если хотите больше таких топов, то пишите в комментах, я еще больше монет даю в том же закрытом клубе, поэтому можете мне писать. Вот, поэтому такие дела, спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 6% прибыли в день, это miryeth.io. Ссылка на проект в описании под роликом.